Когда Миса впервые попала в приют в Нью-Йорке, она была тощей и больной. Но спасатели предположили, что при надлежащем уходе собака будет чувствовать себя намного лучше. Миса также была глухой, но одну семью это, похоже, не беспокоило, и вскоре они приняли ее к себе. К сожалению, спустя 6 месяцев собаку вернули обратно в приют. Она была все такой же больной и худой. Когда Миса вернулась в приют, она весила столько же, сколько и до усыновления. Чуть меньше 11 килограмм, что было слишком мало для ее породы и возраста. Сотрудники приюта были озадачены ее весом, а вскоре состояние здоровья животного начало еще больше ухудшаться. Мису совсем не интересовали игры и подвижность. Она отказывалась от еды и просто лежала целыми днями на своем месте. У нее были проблемы со стулом, похоже, что собака просто медленно усыхала. Несмотря на то, что Миса была тяжело больна, она всегда была милой и ласковой со всеми, с кем общалась. Даже когда едва могла двигаться, малышка не переставала вилять хвостом при поглаживании за ушком. Ветеринар сообщил, что у собаки есть какая-то пробка в желудке, которая и вызывает проблемы с питанием, набором веса и стулом. Проблема была настолько запущенной, что проводить хирургию было рискованно для жизни Мисы. Несмотря на предупреждение врачей, персонал приюта решил попытать счастье. Во время операции врачи сделали надрез и добрались до желудка собаки, а потом застыли от шока. Внутри желудка животного находилось несколько клубков смотанных веревок. Каким-то образом, задолго до того, как Миса в первый раз попала в приют, она проглотила целую кучу веревок. Они находились внутри нее все эти месяцы, разрушая ее тело и укорачивая жизнь. Хирурги удалили все клубки и одну очень длинную веревку, которая растянулась от желудка аж до кишечника. Как только операция успешно закончилась, все вздохнули с облегчением. После хирургической процедуры собака все еще была очень слабой, но Миса доказала, что она настоящий боец, который не будет сдаваться на полпути. Она находится в больнице уже много недель, проходя множество тестов, обследований и анализов. Самое главное, что Миса начала понемногу есть, а ее состояние начало улучшаться, и появилась энергия, чтобы немного побегать вокруг врачей, виляя хвостом. Еще до выписки из ветклиники собака привлекла внимание одной семьи, которая решила забрать Мису себе. Они с нетерпением ждут, когда смогут увидеть своего нового питомца. А проживает семья в отдаленном штате. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.